вот наш маршрут зелененький показан куда мы едем да вокруг наша карта вот она видно на параллельной дороге он ездит автомобиль и вот мы сейчас проезжаем тоже автомобиль и протираем чтобы на нем не было никаких следов лидар получает картинку сравнивать картинку того что он есть того что впервые я понял что мир транспортировки меняется когда у нас появился каршеринг каршеринг когда можно было добраться от точки а до точки в б не имея свой собственного автомобиля считаю что беспилотник это следующее развитие вообще в принципе перевозок как таковых да то есть уже даже не нужен водитель просто можно будет вызвать либо такси либо если это в той с точки зрения там перевозок не будет человека за рулем мы едем да эти скорости должны у нас совпадать через некоторое время они приходят к какому-то там знаменателю искусственный интеллект используется здесь для детекции в общем то как и везде то есть без искусственного интеллекта машина бы не ездила в принципе да искусственный интеллект позволяет на основе вот то что мы получаем просто точки какие-то да или какие-то там изображения он это все трансформирует уже в конкретные детальные объекты соответственно при повороте машина снижает скорость обязательно для нас это обкатка технологии тараса во вторых для нас это именно обкаткой логистической схемы когда мы реально возим что-то возим какие-то продукты ну и в третьих это естественно возможность грузоперевозчикам узнать о нас вот что существует такая эта технология что можно сделать какие-то пилотные проекты и в своем парке потому что очень многих ритейлеров огромный пар грузовых автомобилей у них сколько мы разговаривали у всех огромная потребность для того чтобы сделать перевозки более безопасными и более экономически выгодными чем еще хорошо здесь курьеров они приехали в офис показали машину команде показали как она работает в бесплотном режиме вот команде очень понравилось и мы решили ну а почему бы и почему бы и да нам интересно мы на самом деле очень с любопытством регулярно наблюдаем за новыми технологиями многие внедряем и в свою компанию тоже многие инновации внедрили многие впервые привнесли в россию и нам интересно попробовать вдруг за этим будущее те постройки которые существуют больших городах которых действительно есть серьезный спрос на доставку они по сути не дают возможности использования этой техники как таковой очень много дворов разные различных дверей в которые нужно так или иначе заходить их открывать и это робот сделать не способен ну это уже какой-то скорее не не этот век если мы говорим о доставке роботами да то это робота какого-то следующего поколения не знаю следующие эры я надеюсь что через 20 лет когда мы будем с вами смотреть это интервью нас обвинят потому что мы были неправы и в том что слишком скептично относились к текущему положению дел но пока мы живем в сегодняшнем не мне почему-то кажется что это даже вопрос не 20 лет а намного большего периода времени а а а а а а а а а Продолжение следует...